Подвергли проверки. В Наринмаре началось инспектирование объектов с массовым пребыванием людей на предмет пожарной безопасности. Прошел ли проверку Наринмарский торговый центр, расскажет Ольга Руссо. Ненецкий округ отметит юбилей геологоразведки. В преддверии праздника работников предприятий, которые и сейчас вносят вклад в развитие нефтегазодобывающей отрасли региона, награждали почетными грамотами. Неизвестные факты о известном человеке «Россия – беспокойный человек». Выставка под таким названием, посвященная купцу Михаилу Сидорову, открылась в Пустозерском музее. Православные верующие отправятся в Крестный ход. Он состоится 1 апреля, в вербное воскресенье, до городища Пустозерск. С главными событиями этого дня в студии Иван Никонов. Поручения президента в Ненецком округе выполняются в срок. Об этом на заседании администрации региона сообщил первый заместитель губернатора Юрий Мурадов. В 2017 году в адрес губернатора или органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа от президента России поступило 45 поручений. Снято с контроля 66 поручений. Еще по 58 поручениям контроль продлен. Срывов сроков исполнения поручений президента Российской Федерации не допущено. В адрес президента направлен 81 доклад губернатора. Но вместе с тем остаются определенные вопросы качества подготовки проектов докладов. И касается они отраслевых департаментов, значит, имеют место в случае возвращения над работой материалов в связи с качеством их подготовки. Юрий Мурадов отметил, что документы, поступающие в редакторский отдел, должны иметь законченный вид и готовыми к отправке в адрес президента. Общественная палата Ненецкого округа отметила снижение института местного самоуправления в регионе. Хотя местный уровень власти – это самый короткий и прямой путь к решению насущных, жизненно важных для современного человека проблем. Это в своем докладе отметила председатель региональной общественной палаты Ольга Малыгина. Глава общественной палаты подчеркнула, что взаимодействие между органами госвласти и МСУ должно осуществляться одновременно по многим направлениям, таким как государственная поддержка местного самоуправления, реализация представительными органами муниципалитетов правозаконодательной инициативы, создание совместных, коордиционных, консультационных, совещательных и других рабочих органов, наделение органов МСУ отдельными государственными полномочиями. Но, отметила Ольга Малыгина, ни одно из этих направлений в полной мере в Ненецком округе не работает. Хотя местный уровень власти – это самый короткий и прямой путь к решению насущных проблем. Взаимодействие между органами государственной власти и местного самоуправления осуществляется одновременно по многим направлениям. Но, к сожалению, как отмечает комиссия общественной палаты НАУ по взаимодействию с органами государственной власти и МСУ, ни одно из этих направлений в полной мере не работает в Ненецком автономном округе. В регионе нет полноценной концепции развития территории с учетом каждого населенного пункта Ненецком автономного округа. В связи с этим у руководителей органов местного самоуправления в сельской местности нет четкого представления поэтапного развития своих поселений. На сегодняшний день развитие села имеет точечный локальный характер. Общественная палата обозначила в докладе рекомендации властям округа, направленные на повышение статуса МСУ. Среди них создание концепции развития региона с учетом развития территорий сельских населенных пунктов, пересмотр штатной численности в органах местного самоуправления и усиление подготовки профессиональных кадров, пересмотр условий и порядка формирования местных бюджетов. Насколько безопасны Наринмарские торговые комплексы, сейчас выясняют сотрудники прокуратуры, пожарные и полицейские. Необходимость проверить эти места популярного отдыха горожан возникла в связи с недавней трагедией в Кемерово. Где при пожаре в торговом развлекательном комплексе погибли более 60 человек, большинство из которых дети. Первым в списке значился торговый центр на улице Рабочей. Подробнее о том, как проходила проверка, в материале Ольги Руссу. Представители прокуратуры, надзорные службы МЧС по Нянинскому округу в торговом центре по улице Рабочей проверка безопасности. В первую очередь инспектируют торговые объекты, имеющие кинотеатры. В Наринмаре такой торговый центр один. Сигнализация чутко реагирует на дым, но зрители на дневном сеансе покидать кресло не спешат. Говорят, никаких предупреждений не слышали. А никто не слышал, что сигнализация пожарной работает? Нет. Нет. Маленький кинозал рассчитан всего на 50 посадочных мест. Сеансы идут здесь с самого утра и до позднего вечера. Одни из наиболее частых посетителей, конечно, дети. Шестиклассник Гриша Захаров честно признается, когда заходит в зал, думает о том, будет ли интересным фильм. На плечи взрослых падает обязанность вывести всех детей. Они обязаны нас вывести, как бы это меры безопасности. Непосредственно из самого зала выход один. Сразу под ним пожарные и центральные двери. По мнению администратора кинотеатра Алины Лемешко, она работает здесь с самого открытия, зал более чем безопасен. Он, во-первых, маленький. Пожарный выход у нас близко. То есть, в принципе, он безопасен. Везде расположены огнетушители. То есть, в случае пожара, пожарная кнопка. В случае чрезвычайной ситуации выводить из здания посетители должны сотрудники центра. Каждая из них проходит специальный инструктаж. И в каждом торговом павильоне обязательно присутствует огнетушитель. Я проводила среди продавцов инструктаж. То есть, они все информированы, через какие выходы нужно выходить, где они находятся. И что в случае пожара делать. За время нашего пребывания в этом торговом центре сигнализация срабатывала трижды. И никто, ни продавцы, ни покупатели, не покинул помещение. Возможно, кого-то из них сбивает с толку присутствие съемочной группы. И инспекторов другие, в силу ряда причин, не слышат настойчивых напоминаний сигнализации. Третьи уверены, успеют закончить свои дела и выйти на улицу. Надеюсь, что безопасен. Сколько, не знаю. Ну вот, по пожарной безопасности имею в виду. Ну вот, вижу огнетушители. Не знаю, рабочие линии сигнализации, надеюсь, работают. Ну, вижу, что наблюдение установлено. Ну, не очень удобен. Почему? Ну, во-первых, выход основной один здесь. Запасной, как я понимаю, там закрыт. Там тоже, по-моему, какой-то торговый стеллажист стоит. Ну, не буду говорить, не смотрел. То есть вы считаете, что будет сложно в случае чрезвычайной ситуации покинуть его? Ну, наверное. Управляющая торговым центром Людмила Рочева удивлена. На днях в здании проводилась учебная тревога. И тогда всего один человек экстренно покинул центр. Все остальные так и продолжали делать покупки. Возможно, считают, что выйти отсюда достаточно легко. Это совершенно легко. Во-первых, помещение достаточно удобное для того, чтобы его покинуть. Оно все прямое. Плюс эвакуационные выходы на каждом этапе есть. На этапе, а как сказать, да. В каждой зоне есть. То есть найти их совершенно просто. Вот. Они все обозначены. Эвакуационные планы тоже все висят в доступных местах на уровне глаз. И все же, последнее слово за тем, в безопасности посетителя торгового центра по улице рабочий или нет, за надзорными органами. Сотрудники пожарной инспекции тщательно проверяют наличие первичных средств пожаротушения, состояние пожарных кранов, внутреннего водопровода, инвентарь на щитах. А пожарная сигнализация должна не только срабатывать, но и регулярно проходить технический осмотр и ремонт. И не только в этом торговом центре. Одно из главных требований о соблюдении по обеспечению, по исправному состоянию пожарной сигнализации, как правило, стараются поддерживать. То есть замечание к данной норме пожарной безопасности возникает не очень часто. Но, тем не менее, оно имеет место быть. Также чаще всего возникают вопросы по состоянию эвакуационных путей и выходов. Часто они бывают заблокированы, либо завалены какой-либо дополнительной пожарной нагрузкой, что, конечно же, является нарушением. Проверяющие обращают внимание на каждую мелочь. Ведь даже незначительное попустительство может стоить кому-то жизни и здоровья. В этом деле ничего нельзя упускать из вида. К нами проводилась подобная проверка в 2015 году. Нарушения были выявлены, но выявленные нарушения были устранены. В принципе, установлены в законном сроке. Кроме того, инспекторы проверяют учреждения культуры и спорта Ненецкого округа, медицинские учреждения. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В 2018 году в Ненецком округе благоустроят 10 общественных и 4 дворовых территории. На эти цели из федерального бюджета выделено почти 6 миллионов рублей. И еще 60 миллионов рублей предусмотрено в бюджете региона. Еще как минимум по 3% от общей суммы добавили сами муниципалитеты. В федеральном проекте в этом году участвуют 4 муниципалитета, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше тысячи человек. Это Канинские и Приморско-Куйские сельсоветы, поселок Искатели и город Наринмар. Выделения средств распределены между муниципальными образованиями пропорциональной численности населения. В Наринмаре благоустроят одну дворовую территорию по улицам 60 лет октября и три общественных территории, победившие по итогам рейтингового голосования. Это смотровая площадка на берегу городецкого шара, сквер влюбленных в районе ЗАГСа и литературный сквер между МФЦ и школой номер 3. На эти цели будет направлено более 46,5 миллионов рублей. Как сообщили в мэрии, первые торги объявят уже в следующем месяце. В поселке Искателей запланировано благоустройство трех дворовых территорий на улице Губкина, 22, на улице Губкина, 22А, а также на пересечении улиц Монтажников, Губкина и Поморская. Также в поселке планируется благоустроить четыре общественные территории, пешеходную зону в районе улицы Геологов, две детские игровые площадки на улицах Тиманская и Рассихина, пешеходную дорожку в районе Захребетной Курьи. Общее финансирование благоустройства поселка Искателей в рамках приоритетного проекта составляет 14 миллионов рублей. В рамках предварительного отбора подрядных организаций, имеющих право принимать участие в торгах на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, заявились девять организаций. Организация, прошедшая отбор, будут включены в специальный реестр, после чего получат право участвовать в закупочных процедурах. В профильном ведомстве отметили, что все организации перед включением в реестр квалифицированных подрядчиков проверяются на наличие персонала, необходимых навыков, а также на соответствие квалификационным требованиям при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. На проведение работ по капитальному ремонту в Ненецком округе заявилось семь организаций из Челябинска, Кирова, Архангельска, Хабаровска и Наринмара. Оказывать услуги по осуществлению строительного контроля изъявили желание три организации из Челябинска, Свердловской области и Москвы. Все поступившие заявки будут рассмотрены специальной комиссией 3 апреля. В настоящее время в реестре квалифицированных подрядчиков включены 26 организаций. Предварительные отборы для пополнения реестра, согласно законодательству, будут проводиться профильным департаментом ежеквартально. В 2018 году в Наринмаре и поселке Искателей планируется отремонтировать 11 многоквартирных домов. Общая стоимость работ составит более 55,5 млн. рублей, из которых 15 млн. рублей будет представлено из средств окружного бюджета. Торгово-сервисная компания «Сантехмак» презентовала первый в России выставочный зал отопительной техники «Валиант Протерм» с заполярным кругом, где представлены несколько линейок, котлов и наглядный пример системы отопления и теплого пола. Салон располагается в торговом центре поселка Качгард. Торгово-сервисная компания «Сантехмак» является авторизированным дилером продукции «Вайланд» и «Протерм» на территории России. Котлы и оборудование этой фирмы хорошо зарекомендовали себе и за пределами нашей страны. Компания уже имеет 40-летнюю историю и более 20 лет представлена на российском рынке. И с помощью компании «Сантехмак» мы представлены в Нарьенмаре, и таким образом наши покупатели, соответственно, могут прийти и получить грамотную техническую консультацию. Обратившись в салон компании «Сантехмак», покупатель получит готовое решение как на базе оборудования премиального сегмента «Вайланд», так и на оборудовании более экономичного варианта фирмы «Протерм». Качество проявляется в мелочах. Таким образом, оборудование имеет очень умную автоматику, которая позволяет контролировать его работу на всех режимах. Котел также защищает не только потребителя, покупателя, своего владельца, но и самого себя. Это имеется в виду от замерзания. Специалисты торгово-сервисной компании «Сантехмак» ежегодно проходят курсы повышения квалификации в учебном центре «Вайланд» в Санкт-Петербурге с целью актуализации уже имеющихся знаний и практических навыков по работе с их продукцией для лучшего качества сервиса и обслуживания. Специалисты готовы в любой момент прийти на помощь при любой аварийной ситуации или неисправности вашего отопительного оборудования. Компания относится очень строго к этому делу, чтобы все установки ставили именно специалисты, потому что мы записываем, в бланках уже записываем, кто ставил, кто сервис провел. Шустро готовится, потому что если мы этого не сделаем, то уже гарантийный и негарантийный случай будет. На сегодняшний день торгово-сервисная компания «Сантехмак» – одна из самых стабильных компаний в сфере предоставления коммунальных услуг города Наринмар, под крылом которой находятся объекты департамента образования, Сбербанка, Фельдвегерской службы и другие. По словам директора торгово-сервисной компании Павла Матвеева, специалисты «Сантехмага» готовы выезжать и в окружные села. Мы здесь живем, мы наши потребности знаем, даже в деревнях, если даже, ну, все равно в нашей деревне уже ориентируются на нас, многие ориентируются, а как сарафан на радио работают, они друг другу передают, а нам помогли, другому уже рассказали. Если кому-то скидку сделали, особенно в виде преклонного возраста, они знают, что нам надо рассрочку сделать, нам надо скидку сделать, ну, мы идем, мы идем, в принципе, почему бы и нет, потому что, ну, это клиенты, это наши клиенты. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по установке и обслуживанию котельного оборудования, монтажу внутренних систем отопления, водоснабжения, теплых полов, канализации, водоочистки и наружных инженерных систем. Впрочем, в этом каждый из вас может убедиться лично. Салон торгово-сервисной компании «Сантехмаг» расположен на втором этаже торгового центра в поселке Качгард. Лучших геологов Ненинского округа отметили в преддверии профессионального праздника, который отмечается 1 апреля. Почетной грамотой администрации округа награждены работники предприятий, которые и сейчас вносят вклад в развитие нефтегазодобывающей отрасли региона. Награду из рук главы округа Александра Цибульского получили трое представителей отрасли. Почетная грамота администрации округа вручена Елене Колосовой, инженеру отдела недропользования Центра природопользования и охраны окружающей среды. Также почетная грамота окружной администрации вручена работникам обособленного подразделения ЗАО «Печорнефтегазпром» Александру Гладкобородову, оператору газораспределительной станции линейно-эксплуатационной службы и Алексею Хоменко, слесарю-ремонтнику этой же службы. В 2018 году Ненинский округ отмечает 60-летие с начала геологоразведки в регионе со дня создания Ненинской геологоразведочной экспедиции с базированием в Наринмаре. Это важнейшая веха в истории геологического изучения северной части Тимана-Печорской нефтегазоносной провинции, положившая начало широкомасштабной планомерной работе по поиску углеводородного сырья на территории Ненинского округа. В связи с празднованием юбилейной даты в Ненинском округе создан Оргкомитет. Одним из запланированных мероприятий станет установка памятника геологам. Его установят в сквере геологов, где уже имеется памятная доска. Памятник, выполненный из бронзы, высотой почти 2,5 метра, выполнит уже известный в округе скульптор Игорь Чумаков. «Сквер-геолог, например, уже, так сказать, сделали наброски, у нас там план существует, что там устанавливать, например. Вот, как я и говорил, и доска, например, и скульптурную композицию, закладные камни. Вот, и на дальнейшем планируется информационные стенды поставить. Для чего? Чтобы там знать, какие сегодня нестанинные месторождения, сколько они набывают, чтобы народ обладал информацией. Ну и плюс, это должно быть как бы патриотическое что ли воспитание, и чтобы молодежь знала. Тем более, у нас есть нефтяные классы, они тоже должны это знать, как все это происходило, с чего это все начиналось, кто был именно перед открывателями». Также в рамках плана мероприятий, посвященных юбилейной дате, на сентябрь намечены встречи с ветеранами геологоразведки, их награждения и массовое гуление. 60-летие геологоразведки в Ненинском округе отметят 1 апреля. В поселке Искателей пройдет народное гуляние «Поселок, рожденный мечтой». Вместе с юбилеем геологоразведки 1 апреля в воскресенье отметят и день образования поселка Искателей. Клуб «Созвездие» готовит праздничную программу «Поселок, рожденный мечтой». Народное гуляние пройдет на центральной площади поселка. Для гостей и жителей выступят творческие коллективы и солисты. Будут работать детские игровые площадки и торговые палатки с чаем и угощениями. Начало праздника – 13 часов. В Пустозерском музее открылась выставка, посвященная незаслуженно забытому русскому купцу, промышленнику, общественному деятелю, золотопромышленнику, писателю, авантюристу и романтику Михаилу Константиновичу Сидорову. Вся его жизнь была связана с освоением русского севера. Он много работал на Печоре, создал здесь первое пароходство. Отсюда импортировал лес в Англию, Францию, Германию. Ломоносов в практике – так называли его за обширные исследования Севера и Сибири. До сих пор личность неугомонного купца, как и его многие называли, вызывает противоречивые чувства. Так кто же он был на самом деле – мод-авантюрист или человек тонкой душевной организации? Разбиралась Любовь Пермякова. Он первым начал бурить скважины и добывать нефть в Ухте. Вот первые скважины, сидоровские скважины были заложены в 1868 году. То есть человек такой был очень многоплановый, участвовал в международных выставках, участвовал в всероссийских выставках, везде показывал богатство Севера. Но, к сожалению, так и не дождался помощи от правительства. В конце жизни разорился. Историк и писатель Юрий Канев в шутку называет себя сидороведом. Еще бы, ведь неугомонному купцу Михаилу Сидорову он посвятил 200 страниц печатного текста и несчитанное количество часов в архиве. Впрочем, потратила свой отпуск, чтобы ближе познакомиться с золотопромышленником Лавеласом в окружении бесчетного количества архивных документов и директор Пустозерского музея Елена Меньшакова. Более 30 дней, проведенных в обществе одного из самых галантных мужчин 19 века, принесли большие исследовательские результаты. На мой взгляд, он был человеком с авантюрой. Немножко все-таки вот авантюрное в нем было. Это был человек, у которого было огромное количество идей. И эти идеи были во благо. Эти идеи были замечательными. Да, он пустил первый пароход по Печоре в 1864 году. И все жители Печоры, начиная от Верховья, от Реотроицко-Печорской, заканчивая пое, вообще не могли понять, что это за махина. Движется, пыхтит, чидит по Печоре и издает страшные звуки. Но идет по реке. Благодаря Михаилу Константиновичу в устье Печоры появились первые портопункты. А Белощелье, где он предполагал перегружать нефть, впоследствии стало Наринмаром. Василково еще один пункт, который получил название в честь одного из его сыновей, использовался как место по транспортировке Печорской древесины. Да, это человек, который вложил бешеные деньги в то, чтобы показывать достоинства Печорского края, вывозил отсюда и самоедов, вывозил отсюда огромное количество экспонатов для того, чтобы только популяризировать Печорский край. Идей было много. Но он зачастую не знал, как эти идеи реализовать. До конца жизни неугомонный купец, несмотря на болезнь и банкротство, был полон идей и решительных планов, многие из которых воплотились после его смерти. В возрасте 64 лет Михаил Сидоров скончался в Германии. Был похоронен на Лазаревском кладбище Александра Невской Лавры. Но память о купце жива до сих пор. Ее возрождают неравнодушные историки округа. Теперь познакомиться с незаслуженно забытым промышленником может каждый желающий. Выставка «Россия и беспокойный гражданин» в экспозиционном зале на первом этаже музея-заповедника Пустозерск будет работать до 21 сентября. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Крестным ходом до городища Пустозерск планируют пойти в вербное воскресенье духовенства Наринмарской епархии и прихожане. Ровно за неделю до Пасхи православные христиане встретят вербное воскресенье или вход Господень в Иерусалим. В 2018 году верующие отпразднуют это событие 1 апреля, за неделю до воскресенья Иисуса Христа. Прежде чем наступит долгожданная Пасха, нам предстоит отметить ряд других удивительных событий. Один из них – Лазарева суббота. Господь помог нам обрести святыню. Мой сотоварищ и друг, который помогал мне в свое время совершить первое странствие по морям Русской Арктики в Северном морском пути с иконой святителя Николая, с мощами, этого великого угодника Божия и покровителя Русского Севера, он передал мне частичку гробницы праведного Лазаря. «Только представьте себе, Лазарь умер, и прошло четыре дня, и Христос пришел к Марфе и Марии, братом которых был праведный Лазарь. И, услышав о том, что он умер, он так воскорбил, что прослезился, и повелел показать ему место, где был погребен праведный Лазарь. Лазарь пришел на эту гробницу и возвал Лазарь, гряди вон. И мертвец четверодневный, который, как говорили окружающие, уже был подвержен разрушающему действию тлени, а жил и воскрес. Это было предвозвестие воскресения Христова». В воскресенье же, после божественной литургии, которая начнется чуть раньше обычного и окончится в 11 часов, православные с хоругами двинутся в сторону Пустозерска. Сбор назначен у памятника Ивану Третьему. И на этом у меня все. Новости вы можете увидеть на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...